CyberCat воплотит детскую мечту Илона Маска. Sony и разработчики Gran Turismo анонсируют прорывной проект. Во Вьетнаме собрали рабочий электрический Batmobile, а швейцарские инженеры научили дрон работать поводырем. Обо всем этом прямо сейчас. Меня зовут Андрей, я приветствую вас на канале Инстартинг Новости. Я желаю всем приятного просмотра. Поехали! Несмотря на то, что релиз Tesla Cybertruck в очередной раз перенесли, теперь на 23-й год появление электрического пикапа ждут с большим нетерпением и активно разрабатывают различные модификации, естественно пока лишь в качестве концептов. Например, как насчет Cybertruck Катамарана? Энтони Даймонд из Сиэтла направил документы, чтобы запатентовать тюнинг-набор, позволяющий электрическому автомобилю рассекать водную гладь. У самого Даймонда есть машина Tesla, и он подал заявку на покупку футуристического пикапа. Концепции представлены в двух вариантах, Cybertruck и Cybertruck Foiler. Оба превратят Cybertruck в амфибию, а более продвинутая версия оснащена подводными крыльями для повышения эффективности. Компания Cybertruck разрабатывает комплекты таким образом, чтобы переоборудовать пикап мог один человек, а все компоненты умещались в самом автомобиле. По данным компании, Cybertruck будет развивать скорость более 40 км в час. Запас хода 185 км при скорости 10 км в час. Продвинутая версия способна развивать скорость 65 км в час, а запас хода аналогичный. Мощность Cybertruck в 335 л.с. обеспечит 5 подвесных электродвигателей по 50 кВт каждый. Стоимость базового набора Cybertruck от 23 до 33 тысяч долларов. Цена зависит от количества выбранных двигателей – от 1 до 5. Cybertruck Foiler от 35 с половиной тысяч до 43 тысяч долларов. Подразделение Sony Group Corporation, занимающиеся разработками в сфере искусственного интеллекта, опубликовало тизер грядущего анонса со студией Polyphony Digital. Как стало известно, Sony AI совместно с Polyphony Digital и Sony Interactive Entertainment анонсируют прорывной проект в области искусственного интеллекта, а также запустят свой игровой флагман. Что конкретно представляет собой проект на данном этапе пока не ясно, но микроблок Гран-Туризма уверяет, что он изменит игру. Завершая блок новостей про электромобили, хочется закрыть его работой вьетнамского художника Нгуена Дака Чунга и его команды. Их работа выставлена в художественной галерее Ван Дерил в Хошимине. Силами дизайнеров, архитекторов, механиков и инженеров удалось сделать первую и единственную в мире копию Бэтмобиля, работающего без использования ископаемого топлива. Этот электромобиль вдохновлен Tumbler из фильмов Кристофера Нолана и разрабатывался более двух лет. Нгуен назвал свое детище полностью безопасным тактическим транспортным средством. Корпус стальной и покрыт бронепанелями. Для создания электробэтмобиля художник и его команда использовали также АБС-пластик, композит и углеродное волокно. Некоторые части машины изготовлены вручную, другие напечатаны на 3D-принтере. Автомобиль способен ездить со скоростью 104 км в час и весит лишь 600 кг, а работает он от литий-ионных батарей. Динамические характеристики у вьетнамского Бэтмобиля хоть и не впечатляющие, зато дизайн и дополнительные функции интересные. Он оборудован автоматическими гидравлическими дверями с дистанционным управлением и четырьмя камерами с почти 360-градусным обзором. В супергеройском электромобиле два места для водителя и пассажира. В длину Бэтмобиль достигает 3,7 метра, ширина 2,4 метра, высота 1,3 метра. Далее переходим уже к летающему транспорту. А начнем мы со швейцарских инженеров, которые научили гексокоптер вести в заданную точку человека, держащего его за трос. Дрон постоянно измеряет натяжение троса и старается поддерживать его на одном уровне. Новая работа стала продолжением предыдущей, в которой они уже научили дрон выполнять эту работу. Однако тогда он лишь двигался сам, не учитывая движение человека. Из-за такого поведения быстро идущий человек может подойти слишком близко к дрону, натяжение троса пропадает и человек остановится. В новой версии алгоритма управления дрон поддерживает натяжение троса на одном уровне, что заметно повышает комфорт человека. Система состоит из гексокоптера и троса с ручкой на конце, которую держит человек. Авторы смоделировали ее как пружинный маятник с демпфером. Получая координаты точки назначения, дрон начинает лететь к ней, натягивая трос. При этом он измеряет силу натяжения с помощью датчика усилия 800 раз в секунду. Это позволяет ему подстраивать параметры полета для поддержания натяжения на одном уровне, вне зависимости от того, как двигается или двигается ли вообще человек. Рынок аэротакси все увереннее набирает обороты. Например, Джобби Авиэйшн договорилась о запуске сервиса аэротакси в Сеуле. Калифорнийский стартап планирует оказывать услуги городских авиаперевозок жителям и гостям Сеула. Компания заключила партнерское соглашение о совместном развитии сервиса аэротакси в Южной Корее с SK Telecom, одной из четырех крупнейших телекоммуникационных корпораций страны. Для обеспечения лучшей интеграции между наземными и воздушными перевозками сервис аэротакси будет использовать платформу T-Map Mobility, которую разрабатывает подразделение SK Telecom. Она объединит аренду автомобилей, паркинги, службу такси и прочие транспортные услуги, а также совместное предприятие UT, созданное в прошлом году SK Telecom и Uber. Частью UT будет и сервис аэротакси Джобби. Компания уже занимается процессом сертификации сервиса на территории страны, но четких планов начала коммерческих полетов еще нет. Однако в заявлении, опубликованном компаниями, сообщается, что проект поддержало Министерство земли, инфраструктуры и транспорта, действующая в рамках программы корейской городской воздушной мобильности, нацеленной на сокращение скопления транспорта в крупных городах. Предварительный план заключается в создании одного или двух маршрутов в Сеуле и увеличении количества терминалов аэротакси до 10 к концу 20-х годов. Все эти терминалы будут соединяться с остановками автобусов, метро или других видов транспорта. На этом я буду заканчивать. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Обязательно поставьте ему мощный лайк. Подписывайтесь на канал, не жалейте комментариев и ударьте в колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. Обязательно подписывайтесь на все наши полезные ресурсы, ссылки вы найдете в описании. Ну а также делитесь этим каналом с друзьями. Еще раз спасибо за просмотр. Я желаю вам отличного настроения. Увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok